Добрый день! Это кафе Читара на Лесной и шеф Читары. Меня зовут Лия. Я сегодня приготовлю хинкали, грузинское плута. Сначала мы делаем тест. Для теста понадобится мука, соль, холодная вода. Начинаем. Насыпаем килограмм муки, приблизительно. Немножко сол и 400 грамм в воде. На килограмм муки добавляется 400 грамм в воде. Холодная вода, кипяченая и охлажденная. Пока мы перемещаем ножками. Теста должна быть крутая и эластичная. Сейчас руками, потому что мы делаем крутой тест. Если что, можно добавить муку. По ощущениям? Да. Вот это все продолжается 5-10 минут. Лия, хинкали в Грузии, это каждодневная еда или праздничная? Праздничная. И каждый день тоже можно. Все любят у нас хинкали. Универсальная. И в России тоже, в Москве любят очень. Да. В Москве очень много грузинская кухня есть. Сколько, 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 сколько может хинкали съесть за один раз грузин? За один раз 20-25 бывает. Да ладно. Не меньше 10 точно. Не меньше 10? Не меньше 10. Это обязательно. Но когда с друзьями едем, едим к хинкали, каждый человек минимум 10 заказывает. Ну 30-40, бывает 50. Смотря как габариты человека. Габариты? Да. А когда русские приходят, наверное, по 3 заказывают? Нет, есть русские, которые заказывают там 10, 15, 20 даже. Много раз были, что удивили нас даже. 2-3 человека, 50-60 кухня покушали. Да, за раз. Вот так, вместим хорошо, чтобы тесто получилось эластичным. Вот, Олег, помоги сейчас раскатываем тесто. Вот это тесто готово уже. Пусть отдыхает тесто 20 минут. И через 20 минут начнем липить хинкали. Для хинкали понадобится свинина и говядина, чеснок, лук, перец, зиро, соль и вода обычная. Вода надо обязательно, потому что фарш должна быть сочная. А какие части свинины, говядина? Грудинка. Грудинка. И то, и то? Да, да, да. А почему, например, не из баранины? Можно из баранины тоже. Как вы хотите. Не-не-не, просто... Можно, я сейчас могу... Хорошо, нет-не-не, давайте сделаем. Можно из курения тоже. Из курить тоже? Можно из грибей, можно с картошками. Хинкали, все можно. Режем по кусочкам. Жира много не нужно? Жир есть, да. Есть, но немножко, да? Больше не надо. Раньше мясо рубили. А сейчас городской вариант. Через мясо рубили. А чем раньше рубили? Ножом или как-нибудь тополем? Ножом, да. Ножом, да? Мелько-мелько рубили. Ага, ага. Очень вкусно получилось, да. Добавляем чеснок. Угу. А сейчас через мясорубку пропускаем. Угу. На килограмм мяса добавляем 500 грамм воды. Хинкали у нас получается первая и вторая блюда. Первая, потому что там есть сок, бульон, а вторая есть там начинка. Угу. То есть можно одним хинкали пообедать, да? Да, да. Вот поэтому по 50 штук люди и едят. Все. Пошь готовлю. Музыка. 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 Принеслить тесто. Сделаем вот так круглый, как колбаска. Позволите. Спасибо. Сейчас режем по кусокам. По одному. Начинаем пенкали липать. Возьмем 1 ложка фарша. Это вот такой большой кусочек теста нужен, да? Да, да. Ничего себе. Да, получается большой пенкали. Начинаем складочек делать. Один. Обычно должно быть 19 складочек. Потом. Оторвем. Вот так. И нужно еще оставить немножко воздуха, да, внутренне? Да, да, да. Чтобы они не лопнули, да? Ага. Насыпем соль. Обязательно надо деревянные ложки, чтобы хинкали не изборцовались. Ага. Еще удобно. Легкий. Перемещаем воду. Вот сейчас положим. Вот так. Еще перемещаем. Так. Ждем 10 минут. Хорошо. 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 Достаем. Достаем. Вот так. Наши хинкали. Наши хинкали. Вот. Пойдем, наверное, приедем. Да, пойдемте в зал. Попробуем. Да. Меня больше всего волнует вот какой вопрос. Как не обжечься, когда берешь хинкали за хвостик? Да. Когда очень хочется, можно терпеть. Хорошо. Потом кусаем, наткнем, потом высасываем бульон. Как вкусно получились наши хинкали наши. Вот, дорогие друзья, настоящие городские хинкали в кафе Читара на Лесной. Ну и на Казаковой, где еще есть? А, и на Сыщевском валу. Ни в коем случае не ешьте хинкали вилкой. Это просто преступление. Это варварство настоящее. Только руками, только бульон, только хардкор. И, друзья, хвостики есть не нужно. По ним просто потом считают, кто сколько съел. Пока-пока.